Здравствуйте! Это программа «Разговор по душам». С вами я, Галина Топилина. Ученые доказали, что ноябрь и декабрь – самые сложные месяцы с психологической точки зрения. К концу года накапливаются усталость и тревожность, а дел только прибавляется. «Бояться что-то не успеть и переживать нормально», утверждают эксперты. Но есть случаи, когда чрезмерная тревога напрягает. Есть хорошие новости. От этого состояния можно избавиться. Как узнаем прямо сейчас. В гостях у нас психотерапевт Владислав Андропов. Владислав, добрый день! Здравствуйте! Мне встречалась статистика о том, что чуть ли не каждый пятый в мире страдает от тревожного расстройства. И это достаточно большой показатель, мне кажется. И он даже, этот показатель возрос именно в последние годы. Есть такое мнение о том, что тревожное расстройство – это как побочный эффект от коронавирусной инфекции. То есть вот сейчас у нас в группе риска практически каждый. Так ли это? Или я слишком сгущаю тучи? Коронавирусная инфекция в том числе повлияла на рост тревожных расстройств. Но я думаю, на первом месте здесь будет стоять развитие цивилизации и такой очень интенсивный рост в этом плане. Но понервничать на самом деле, да, есть у нас причин много. Давайте разберемся в терминологии, что такое тревога, откуда она берется и как проявляется. Вот. Тревога. Очень интересный термин, потому что кто-то тревогу относит к эмоциям, кто-то относит к эмоциональным состояниям, а, допустим, физиологи относят это к стадии стресса. Моё мнение такое, что тревога – это некая такая предэмоция, эмоциональное, но и в том числе физиологическое состояние. Чтобы лучше понять эту самую тревогу, здесь, я думаю, небольшая такая предыстория нужна. То есть мы, как бы такая закрытая система, то есть человек, психика его, организм человеческий, он находится в неком гомеостазе, в таком, скажем так, состоянии равновесия. Когда мы взаимодействуем с внешним миром, то мы с ним взаимодействуем посредством, как бы, раздражения. Я потрогал стол, мои клетки испытали раздражение, они передали сигнал в мозг, соответственно, я получил некую информацию об этом столе, его температуре и так далее. Если, например, этот раздражитель чрезмерный, сильный, ну, к примеру, там, что-то ледяное или там, горячая вода, то этот раздражитель, он уже превращается в сильный раздражитель, и мой организм, и в том числе и моя психика, испытывает стресс. Стресс – это, скажем так, такая реакция на этот самый очень сильный раздражитель, когда нужно адаптироваться и приспосабливаться. И вот у этого стресса есть несколько стадий. Есть первая стадия, это так называемая стадия ранней или стадия тревоги, когда как раз-таки извещается мой мир о том, что происходит такое сильное раздражение, и что-то нужно с этим делать. Стадия тревоги, она бывает, как бы, тоже подразделяется на две таких стадии. Это стадия именно шока, когда идет угнетение, и, допустим, взять там физиологические процессы, частоту сердечных сокращений, давление, это все снижается вначале. Потом идет, наоборот, компенсация, и идет некий противошок, когда как раз-таки идет адаптация организма, приспособление, и повышается, наоборот, давление, сердцебиение. Я начинаю сопротивляться этому самому сильному раздражителю. Потом наступает следующая фаза, это фаза, скажем так, такой уже прям конкретной адаптации, а потом идет еще и уже истощение фазы третья. И вот тревога, тревога, она сама по себе находится и в поле физиологии, когда идет некий отклик организма, и в поле психики. Но, опять же, полноценные эмоции, ее нельзя назвать, это некая предэмоция, которая чаще всего потом выливается в страх. И если отличать тревогу от тревожного расстройства, то не всегда тревога заканчивается тревожным расстройством. Тревожным расстройством тревога заканчивается только в том случае, если произошло истощение, и там уже нет адаптации. И тогда эта тревога, она превращается в некое такое постоянное состояние. И уже превращается в тревожное расстройство. То есть организм в здоровом состоянии, он сам справляется с вот этой вот тревожностью, стрессом? Да. Тревогой, не тревожностью еще? Да, да, с тревогой он сам справляется, это даже полезно. То есть это как бы защитная реакция организма, да, на вот состояние? Да, это защитная реакция. И психики, и организм. Потому что ведь вот этот вот раздражитель, он не всегда бывает связан с какой-то физикой. Это могут быть какие-то сильные эмоции, как положительные, так и отрицательные. Это могут быть, может быть какая-то информация, которая несет вот этот вот самый стресс для человека. И ему с этой информацией тоже нужно справиться. А какие процессы запускает в организме вот этот вот приступ возникшей тревоги? Ну, вы уже отчасти сказали, затронули это. Ну, самое главное, у нас есть гипоталамус и гипофиз, которые находятся очень глубоко в головном мозгу. И когда как раз-таки идет ответ на вот этот вот сильный раздражитель, то гипоталамус, он как бы возбуждает гипофиз. Гипофиз выбрасывает определенные гормоны в кровь, а это именно АКТГ, так называемый гормон. И потом, потом уже выбрасываются надпочечниками гормоны, это кортизол и адреналин. И вот это началась такая вот реакция. Соответственно, выбросились эти гормоны, повысилось сердцебиение, сосуды кровеносные спазмировались, потому что нужно человеку, например, занять какую-то там позицию, убегать или нападать, происходит изменение во всех внутренних органах и системах, чтобы как раз-таки максимально оптимизироваться на этот момент. А есть ли какая-то шкала вот с размерностью этого эффекта, ну, это реакция организма на тревогу, на этот раздражитель? Да, шкала, как бы, прям конкретная шкала, она, ну, это больше используется в научных целях. Для простого человека тут больше нужно определять, как бы, адекватность того, что происходит. Вот кто это может определить? Ну, смотрите, если брать здесь именно тревожное расстройство, то самая подходящая будет здесь шкала, это шкала Гамильтона, ее и психиатры, и психотерапевты, многие ее используют. Также человек, любой человек, он может, такой опросник, он всего из 20 вопросов состоит, он может его себе проводить и, например, определять для себя, как бы, на текущий уровень его состояние в плане тревоги находится там в норме, оно в субклинических проявлениях, либо это уже клинические проявления тревоги и требуется ему помощь специалистов. Ну, отвечая на вопросы, человек, как правило, успокаивается сам, да? Ну, это если у него нетревожное расстройство. Если тревожное расстройство, оно, наоборот, усилится. Ага. А вот скажите, бывают такие ситуации, когда, ну, вот случилось что-то, по идее должна возникнуть тревога, вот это вот состояние, но его нету, осознанно, либо это неосознанно происходит. Это вот тоже какое-то отклонение? Это защитные механизмы, и тут тоже нужно понимать, например, есть защитный механизм отрицания. Он бывает бессознательный, и тогда вот это вот как раз-таки, скажем так, в кавычках, такой негативный материал, он будет складироваться в бессознательном, копиться там, и потом вылиться в большую проблему. В частности, в тот же самый невроз там, в тревожное расстройство. А может быть, это, допустим, отрицание, оно быть на сознательном уровне, и человек себе говорит, например, у него предстоит какая-то очень важная встреча, но она будет еще только через неделю, а он сегодня об этом узнал. Вот он может об этом переживать всю неделю, и это уже будет не совсем здоровая ситуация, может заболеть в результате этого. А может, например, себе сказать, так, хорошо, мне надо сейчас неделю работать, выполнять свои функции различные, я сейчас об этом не думаю, думаю только, например, за день накануне, готовлюсь к этому важному там совещанию, встрече, и все, иду. Это тогда будет на сознательном уровне защита, вот это самое отрицание, и все будет нормально. Это работает? Да, работает, если человек потом подготовлен. Да, тебе команду. Так, вот сейчас я волноваться не буду, я поволнуюсь об этом через неделю. Да. Ну, то есть, в целом, блокировать эти эмоции лучше не стоит, да? Ну вот, или все-таки наоборот? Ну, смотрите как. Если ты себе даешь время, что я вот сейчас, например, их заблокирую, сейчас они мне не нужны, а проживу я их потом, и четко знаешь, когда, например, там, через день, то почему бы нет? Если, например, у этого нету срока, и ты их просто блокируешь и складируешь, что это будет во вред. А если... То есть, нужно назначить обязательно срок разбора этого эмоционального отклика, и насколько он рациональный или иррациональный. То есть, может быть, например, тревога, скажем так, адекватная, когда человек сталкивается с каким-то событием, которое для него мало знакомо, новая или прямая какая-то опасность. Это же правильная, нормальная тревога, естественная. А может быть так, что человек сидит на диване, ничего не делает, никакой опасности нету, а уровень тревоги такой, как будто на него бежит медведь. Ему надо куда-то спасаться, убегать или, наоборот, спрятаться дома и не выходить на улицу. Это уже будет нездоровая тревога, которая приведет к болезни. Да, но это мы тоже чуть попозже разберем. Все-таки я хочу разобраться с моментом складирования этих эмоций. А какие могут быть варианты выхода, выпуска вот этих вот эмоций, чтобы они не копились и потом не взрывались в какой-то момент? Варианты какие могут быть? Самый, я считаю, рабочий вариант – это сесть и записать свои мысли по поводу данной эмоции и потом хотя бы это перечитать. И уже можно будет дать некую критическую оценку вот этим своим мыслям и понять, где есть нелогичность, иррациональность, а где все правильно. Это для начала. Есть различные механизмы снижения тревоги, которые используются там и телесно-ориентированные, и различные релаксационные техники, и визуализации. То есть, ну, например, можно из телесно-ориентированных техник можно провести такую технику релаксации, когда поочередно, в начале около 8 секунд сильно напрягаешь мышцы, определенную группу мышц, и потом на протяжении 20 секунд постепенно расслабляешь. И начинаешь идти как бы, ну, по всему телу. Можно начать с кистей, сжать руки в кулаки, потом их расслабить, и постепенно идти. Потом предплечье, плечи, затылок, грудная, спина, грудная клетка, живот, и вот так целиком. Это может быть расслабление на уровне чисто мышления. Можно себе представлять внутренне, что ты, например, расслабляешь вначале лоб, потом височную область, брови, и вот так постепенно идти по всему телу. Это могут быть дыхательные техники, которые тоже там дыхание по квадрату, например, когда каждые 4 секунды, там вначале ты 4 секунды делаешь вдох, потом замираешь на 4 секунды, потом делаешь выдох 4 секунды, замираешь на 4 секунды. Различные дыхательные техники, их очень много. Есть варианты визуализации, когда ты себе начинаешь представлять, допустим, вспоминаешь какое-то место из детства, где тебе было максимально хорошо, приятно, комфортно, и ты начинаешь представлять, что ты оказываешься в этом месте. Кому-то такая техника помогает. Техники помогают в зависимости от того, какой склад у человека, то есть какие у него основные рабочие каналы. То есть есть, допустим, у нас визуалы, аудиалы, тактильные люди, и там, так сказать, диалы выделяют еще, это больше с мышлением связано. И, соответственно, у кого больше какой канал работает, та техника ему будет больше помогать. Чай с мятой будет помогать? Да, будет помогать. Это, ну, горячее питье, во-первых. Во-вторых, мята, она имеет, да, таким расслабляющим эффектом. Гумиопатия, в принципе. А занятия спортом, какие-то физические упражнения? Да, само собой, если брать вот тот же самый обмен веществ, который меняется при тревоге, там же вырабатывается адреналин, и если человек, например, даже в этот период, он сделает, там, 30 приседаний, ну, скажем так, столько приседаний, от которых он устанет, то у него произойдет спад этого тревожного состояния. А какая-нибудь польза есть от вот этого состояния тревоги? Ну, там вот чувство самосохранения, срабатывает адреналин, когда человек может творить какие-то неведомые вещи. Это вот оно, запускается этот механизм? Да, само собой, тревога, она как раз таки нужна для того, чтобы состояние тревоги, оно нужно для того, чтобы себя защитить в случае опасности, прямой угрозы. Либо нападай, либо беги. Какая еще может быть польза от тревоги? Это, ну, как бы, такое эмоциональное состояние, если это так можно назвать предэмоция, которое побуждает человека разобраться с тем, что его беспокоит, с тем, что его тревожит. То есть превратить тревогу в страх, если это страх, в эмоцию уже, и уже потом понять, какие мысли этот страх формирует, и насколько они тоже рациональны или иррациональны. Давайте теперь уйдем в крайность. Насколько я понимаю, тревожные расстройства – это уже какая-то такая достаточно патологическое состояние, патологическое. Вот расскажите, пожалуйста, что это такое, какие признаки, симптомы есть у тревожного расстройства? Тревожное расстройство, скажем так, это то, что длится у человека, когда вот эта вот самая тревога на фоне стресса задержалась, и у человека идет уже истощение, и длится это состояние уже от месяца и больше, развивается, по сути, тревожное расстройство. Это для нас, для врачей, это показатель, что это развивается, формируется тревожное расстройство. Раньше это назывался невроз с такой вот именно симптоматикой, тревожно-фобической. Ну а если есть причина какая-то, вот она месяц, два и более, все равно это будет считаться? Да, все равно это будет считаться, просто мы знаем причину. Причина всегда есть. Если это тревожное расстройство, причина психогенная, она всегда есть. Там независимо, месяц, два, три назад. А вот то, что вы говорили, человек на диване лежит, и его что-то беспокоит, он что-то переживает, хотя причин нет. У него месяц или два назад мы обязательно найдем какие-то конфликты, внутренние, внешние, либо все вместе навалилось, как бы неприятности на работе, в семье, свои какие-то внутренние переживания. Это и формирует, ну является таким психогенным субстратом. Потому что тревога, она бывает не только при тревожном расстройстве, а при любых других расстройств психики. Вот и при органическом заболевании, расстройстве психики, и при шизофрении, при любых расстройствах бывает, и болезнен, бывает тревога. А человек сам может грань вот эту вот найти, что я тревожусь, и это нормально, и я уже не могу контролировать это. Грань, он может найти, ну как бы как это правило. У нас происходит это чаще, что уже после, далеко позднее, когда появляется как раз-таки та самая симптоматика тревожного расстройства, и даже еще позже люди доходят, только приходят за помощью. Когда происходят уже такие изменения на уровне вегетососудистой системы, человек одолевает там каждый день ком в горле, чувство нехватки воздуха, постоянные скачки давления, скачки пульса, нарушение стула, там, то есть нарушается перистальтика кишечника, часто, частые позывы, то есть жалуются на позывы к мочеиспусканию, то есть идет, все это связано со спазмом гладкой мускулатуры, идет не такой вот, скажем, не запланированный спазм этой гладкой мускулатуры, который управляет вегетативная нервная система, и, соответственно, происходят такие вот вещи, по сути, ложные позывы к мочеиспусканию, нарушение перистальтики. Что с этим можно сделать? Человек сам может справиться? Вот он осознает, да, что вот меня беспокоит, я что-то не то? Как правило, не получается справиться, ну, вначале начинают искать проблему в физиологии, идут в поликлинику, обследуются, зачастую ничего не находят, и уже после этого часть людей обращается за помощью к психотерапевту, либо им там, как бы, соматические врачи рекомендуют обратиться за помощью к психотерапевту. Те, у кого получается с этим справиться, они с этим справляются. Опять же, своими просто внутренними механизмами. Ну, либо находят причину этого, но это самый лучший вариант, это бывает далеко нечасто. Находят причину, анализируют свое состояние, оценивают это, изменяют, по сути, вот этот вот свой такой вот отклик патологический. Потому что тревожное расстройство, как и любой невроз, можно назвать таким патологическим механизмом реагирования на вот этот вот раздражитель извне. Приведу пример. Мне он очень нравится, я его всегда привожу на работе. Допустим, муж с женой собирается идти на юбилей к свекрови. У жены очень плохие отношения со свекровью. Прям ужасные. Она не хочет туда идти. Первый вариант. Здоровая жена. Она договаривается с мужем, у них хорошее взаимопонимание, просит его сказать маме, что я приболела, я плохо себя чувствую, у меня, я чем-то, наверное, отравился, у меня тошнота, рвота, понос, все на свете, такое вот прям очень плохо себя чувствует, температура. Тут, говорит, все хорошо, я все понимаю, я скажу, поздравляю от себя, все отлично. Он идет, свои дела делает, она дома отдыхает, всем хорошо. Второй вариант. Тоже здоровый. С точки зрения морали, может быть, не очень хороший. Она берет и мужа врет. Говорит, у меня, я чем-то отравилась, я себя плохо чувствую, иди без меня, поздравляй маму. Он идет, она тоже себя как бы хорошо чувствует, отдыхает дома, смотрит там сериал, или там с кем-то встретилась. Третий вариант, это вот жена, у которой невроз. Она не пойдет на юбилей, но у нее будет температура, у нее будет весь вечер понос, рвота, головные боли, она будет мучиться. Вот это и есть принцип, основной принцип невроза. Это патологический механизм справления с вот этим самым стрессом. То есть, когда вот уже физиология срабатывает, это уже точно не уходит. Ну и самый главный, конечно, признак, там при тревожном расстройстве, это тревога. Как раз таки тревога, которая человеком, ну, в момент она не осознается до конца. То есть, это что-то непонятное. Что со мной происходит, я не понимаю. И, конечно же, человек начинает первым делом, что обращать внимание на свое тело, на свои симптомы и там искать как бы проблему. И тут же запускается переживание, а может быть, у меня какое-то там заболевание тяжелое, надо пойти пообследоваться. И он уже знает, о чем он, ну, как бы ему тревожится, хотя как бы не там находится это. А вот, кстати, да, про здоровье. Есть вот такая шутка о том, что читал справочник медицинский, нашел у себя симптомы всех заболеваний. Сейчас, мне кажется, это тоже такая достаточно популярная, не в очень хорошем смысле, вещь, когда можно в интернете найти ответ на любой вопрос о своем здоровье. Это уже и неважно, эксперт, не эксперт там сказал, прокомментировал, но уже тревога подступать начинает у людей. Вот, можете прокомментировать это? Да, могу. Человек склонный к мнительности, к тревожности, потому что склонность, она тоже бывает, он это обязательно начнет искать в себе и что-то найдет. Это часто бывает. Но это патология какая-то или нет? Это нормально так? Да, ну, нет, это не патология. Это не патология, но я просто вот говорю, если люди, которые склонны к мнительности, к тревоге, и для них это как бы такая дополнительная почва, такая более благоприятная для роста вот этой самой ипохондрии, тревожности. Кто-то менее склонен к тревоге и, соответственно, он там и не будет, допустим, в этой литературе или в интернете искать у себя симптомы этих заболеваний. Ну, допустим, когда я учился в мединституте, ну, у нас, наверное, две трети группы у себя что-то находили. Пару раз даже я как-то так задумывался, а вдруг вот у меня там какой-то есть проблемы, симптомы есть похожие, но как-то у меня такого отклика не находило это. Но в большей части студентов, да, это было, ну, опять же, недолго, то есть не переходило это в какую-то уже болезнь. контролировать надо себя, да, в этом вопросе, не все на себя примерять. Можно не все на себя примерять. Если примеряешь, можно, опять же, это дело анализировать, задать себе вопрос, а почему я это сейчас на себя примеряю, и вообще, анализировать все, да, не просто так вот. Нужно все анализировать и уже более глубоко смотреть на проблему, на ситуацию. На засыпку вопрос. Постоянно проверять, выключен ли утюг, и 10 раз дергать ручку входной двери, прежде чем уйти, это тревожное расстройство, или это ответственность? Так, я думаю, это как минимум предневротическое состояние, если 10 раз проверяешь, выключен ли утюг, или ушел из дома, вернулся, потом опять ушел, вернулся, и опять ушел, вернулся, это уже как минимум предневротическое состояние, и стоит все-таки обратиться за помощью. Если это происходит однократно, и не каждый день, а там, не знаю, раз в полгода, то ничего особенного в этом нету. Тут нужно оценивать самое главное, это насколько это влияет на качество твоей жизни. Если это начинает мешать тебе жить, то это уже значит, нужно с этим разбираться. Если это единичные случаи, то ничего особенного в этом нету. Владислав, спасибо за интересную беседу. На этом сегодняшний наш выпуск подошел к концу, но мы продолжим говорить на тему тревожных расстройств, стресса, страхов. в следующем выпуске. Это была программа «Разговор по душам». Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова